Сейчас мне хочется сказать, что следующий принцип это трейдинг. То есть люди говорят менять структуру портфеля, заниматься трейдингом, зарабатывать на падение, ставить на падение. Ребят, скажите, пожалуйста, вот я вам задаю такой вопрос. Вы сидите в баре, кто-то там вам что-то не так сказал, вы вызываете человека на дуэль, бросаете перчатку. Этот человек является мастером спорта международного класса по пулевой стрельбе из пистолетов, и вы ему даете выбор оружия, на котором драться, рапиры или пистолеты. Соответственно, люди, которые идут в трейдинг сейчас в надежде, что они будут использовать леверидж, что они будут успешными трейдерами, успешными инвесторами, просто прочитав какие-то книжки, меня вызывает такую ситуацию. Это все равно, что вызвать опять-таки олимпийского чемпиона на дуэль на пистолетах. Причем чемпиона по стрельбе, по пулевой стрельбе. Есть хедж-фонды, есть финансовые корпорации, которые имеют трейдеров, которые имеют аналитиков в своем штате, которые имеют инфраструктуру для инвестирования, которые имеют скоростные каналы передачи данных для того, чтобы эти заявки выходили в рынок, которые имеют роботизированные алгоритмы, которые детей на самом деле подбирают еще с олимпиад в школе, что они будут разрабатывать эти торговые алгоритмы только лишь для того, чтобы цеплять таких людей амбициозных, что они на рынке сейчас зарабатывают. Почему я про это говорю? У меня сейчас в окружении и лента в социальных сетях пестрит тем, что человек, который вчера вообще ничего не знал про фондовый рынок, человек, который вчера, извините меня, был там юристом, человек, который занимался, я не знаю, там SMM продвижением, человек, который автомобили продавал, то есть все эти люди начинают мне сейчас рассказывать, как инвестировать, как они заработали деньги, как они подняли 30, 40, 50 процентов за два месяца и как они вовремя вошли. И все эти люди мне напоминают реально вот людей, которые вызывают спортсмена на дуэль, и здесь просто вы должны понимать, что с вами будут играть, как кот с мышкой. И вопрос выстрелить вам в голову или разбить коленную чашечку – это вопрос выбора этого человека, да. Хотите вы быть таким мальчиком для битья, ни у кого в голове не возникает желания, да, выйти там вот в соперничество по стрельбе с олимпийским чемпионом, но почему-то эти люди считают, что они могут прийти на фондовый рынок, где есть чемпионы, которые занимаются трейдингом не один десяток лет, и то, что они победят этих чемпионов. Мало того, есть недобросовестные чемпионы, которые говорят о том, что я научу вас быть чемпионом за один месяц, да, то есть вы будете стрелять так, что вы любого чемпиона мира по стрельбе на дуэлю выиграете. Стреляй просто, да, до того, как сказали, к барьеру. Суть не в этом, друзья, суть в том, что я просто хочу предупредить, что сейчас присутствует некий такой элемент эйфории. А люди задают краткосрочный вопрос, что покупать, кто-то пытается вскочить в уходящий поезд. Друзья, поэтому я и хотел вам показать смену парадигмы, который мы наблюдаем сейчас, и финансовая система будет жить в совершенно других реалиях. И в коротком можно хорошо заработать, но и очень много потерять. Все потерять. И здесь, соответственно, вопрос заключается в том, что не надо подвергать риску свой капитал собственный, а может быть имеет смысл прокачаться в плане знаний и вернуться опять к основам фундаментальных стоимосновой инвестирования и портфельной теории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова